МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире военная тайна. В студии РЕН-ТВ Игорь Прокопенко. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Где искать полевых командиров движения «Талибан»? Сейчас мы движемся по дороге на протеине Чаман. Почему замалчивают героическую смерть чеченских милиционеров? В этой же позе обоих убили, наверное, и сожалею. Что делать, если на вас напали в ресторане? Атака начинается. Как необходимо было действовать? А начнем мы нашу программу с репортажа из Афганистана, где сейчас находится наша съемочная группа. На прошлой неделе Андрей Кузьминов и Игорь Сахаров сумели пробраться в зону, которая контролируется талибами. Их задача – встретиться с полевыми командирами движения «Талибан». Сейчас мы покажем видеоотчет, который наши корреспонденты сумели передать со своего маршрута. Дорога Кандагар-Чаман ведет в самую закрытую часть Афганистана, которая фактически находится под властью талибов. Это наш проводник и водитель Дурмамат. В годы советской оккупации он сражался против наших войск. Потом, когда пришли американцы, встал под знамена талибов. За небольшое вознаграждение он согласился устроить встречу с полевым командиром движения «Талибан». Сейчас мы выяснили, что у нашего водителя Мудара на автомобиле есть полевой командир в Махистане. Мы сейчас едем к нему. Сейчас мы движемся по дороге в направлении Чаман. Это один из трех наземных переходов афганно-пакистанской границы. Согласно исламскому летоисчислению, в Афганистане сейчас идет 1385 год. И жизнь действительно остановилась здесь в 14 веке. Маршрут опасный. Может, потому, чем ближе к границе с Пакистаном, тем чаще встречаются патрули правительственных войск. Не надо обманываться. Утром они корзай, вечером талиб, говорит наш проводник. Основные объекты атак талибов – автомашины коалиционных сил и войск Кабула. В таких случаях, как правило, под раздачу попадают все. И солдаты НАТО, и местные крестьяне. Только на этом участке дороги, по которому сейчас едет наша съемочная группа, в ноябре шахиды-смертники совершили пять атак. Секрет внимания талибов к этому участку Хандагарского пути – самая крупная на юге страны база Айсав. Установленный ими жесточайший режим безопасности вынуждает нас вести скрытую съемку. Могут арестовать за шпионаж, а могут и открыть огонь на поражение, приняв объектив нашей видеокамеры за оптику прицела. Высокие стены и самые хитроумные системы безопасности превратили такие базы в неприступные крепости. Интервью можно получить только у определенных лиц и в строго отведенных местах. Да и то это будут только дежурные слова. Наша стратегия основывается на том, что мы вместе с властями в Кабуле можем больше предложить народу, чего не могут предложить талибы. Для этого мы работаем со старейшинами, с религиозными деятелями, и таким образом мы считаем, что нам удастся найти общий язык с местным населением и помочь ему вернуться к мирной жизни. Вот эти кадры призваны убедить в правоте слов американского офицера. Хотя это, конечно, пропаганда. На деле-то все по-другому. Вот эту колонну британского конвоя мы тоже снимали скрытой камерой. Таковы условия. А буквально через полчаса мы узнали, что недалеко от этого места британцы расстреляли автомобиль с афганцами, посчитав, что в нем были вооруженные талибы. О том, в какой враждебной обстановке служат солдаты НАТО, говорит хотя бы вот эта встреча с жителями страны, в которой официально талибы побеждены и считаются преступниками. Нам нравятся и талибы, и аль-Каида. Они нам нравятся, и мы их выбираем. Америка и НАТО являются агрессорами. И здесь они исключительно для достижения своих целей. Они наносят вред нашей вере, исламу. И мы хотим, чтобы Америка и силы НАТО покинули нашу родину. Вот съемки, которые сделали сами талибы. Это нападение на полицейский участок, который охранялся под рулем коалиционных войск. Дерзкая атака была совершена средь бела дня на глазах у местных жителей и с их молчаливого одобрения. Наиболее часто свои операции талибы проводят именно здесь. В зоне проживания пуштунских племен, которые находятся по обе стороны афганно-пакистанской границы, так называемой линией Дюранда. Территория фактически не подконтрольная ни властям Кабула, ни властям Пакистана. Саид Таксин ранее сам стоял у идеологического руля движения Талибан, а ныне возглавляет одну из партий, оппозиционных правительству Корзая. Американцы здесь сталкиваются с большими проблемами. И это результат их собственного просчета. В первую очередь это касается вмешательства соседних стран, которым выгодно, чтобы в Афганистане был хаос. Используя свое географическое положение и экономические возможности, они всячески стараются и способствуют дестабилизации в стране. Таким образом, на сегодняшний день фактически вся зона, в которой мы находимся, контролируется движением Талибан. Более того, недавно стало известно о неофициальных договоренностях Исламабада с Талибами о невмешательстве. В обмен на прекращение боевых операций со стороны пакистанских войск, те пообещали прекратить теракты в северо-западной пограничной области Пакистана. Данные разведки коалиционных сил стали еще более удручающими, когда начали поступать сведения о якобы тайном сотрудничестве пуштунов-повстанцев с пакистанскими спецслужбами. Много разговоров, что они не только сотрудничают, но получают поддержку, прикрытие, материальную и иную подпитку. Доказать это непросто, но все понимают, что невозможно вдруг на пустом месте получать, даже если бы у Талибов были деньги полученные только от наркотиков, от некоторых арабских благотворителей, но то, в каких масштабах, с какой интенсивностью они ведут, как боевые действия, так партизанские, так бодренные действия, говорят о том, что у них хорошая логистика с территории Пакистана. Между тем, американцы, понимая, что возможности официального Исламабада в том, чтобы перекрыть каналы поставки оружия Талибам ограничены, делают все, чтобы наладить сотрудничество с пакистанской разведкой и силовыми структурами. Наша задача это сотрудничество с Пакистаном, в том числе в обмене разведданными, получении информации о том, что там происходит в регионе. И мы стараемся максимально сотрудничать с пакистанскими властями, чтобы предотвратить опасную ситуацию в южных провинциях Афганистана. Ночные дороги Афганистана для любителей экстрима лучше не придумаешь. Разбой на дорогах, являющихся частью великого шелкового пути для здешних народов давней традиционной промысел. На рассвете мы достигли окрестностей городка Сапин-Булдак, последнего афганского населенного пункта перед пакистанской границей. Именно отсюда, по этой дороге, в 1994 году талибан начал свое вторжение в Афганистан. Пройдет два года, и они войдут в Кабул, где первым делом казнят на Джабулу, бывшего правителя Афганистана. Заодно повесят и его брата. Но еще долгое время Сапин-Булдак будет оставаться главной ставкой талибов. Сапин-Булдак сегодня это один большой базар. Время не меняет облик таких, казалось бы, забытых Аллахом мест. Средневековая грязь и какая-то беспросветная нищета. Вот и поди, разбери, и кто тут талиб. Чужаков здесь, по всей видимости, не видели еще никогда, потому наше появление вызвало у местных вначале шок, а только затем удивление. Местечко Булдак в провинции Кандагар. Здесь расположен Камп Сахи. Это лагерь беженцев, где сотни сотни афганцев нашли убежище от войны в Афганистане. Подавляющее большинство этих людей пуштуны-кочевники. Но здесь есть и те, кого заочно обвинили в пособничестве движению талибан и изгнали сюда, на юг страны, из Кундуза, Кунара, тех мест, где преимущественно проживают таджики. Большинство обитателей этого лагеря являются кочевниками. Они расположились здесь, рядом с базаром, в надежде на лучшую долю. Совершенно нет питьевой воды, нет источника. Очень много детей погибает от холода. Все эти люди считают, что причина их бедствий вторжение иностранцев. Так думали они, когда здесь был ограниченный контингент советских войск. Так думают и сейчас. А потому вопрос выбора, на чью сторону встать, перед ними не стоит. Тем временем, мы движемся дальше. Впереди граница с Пакистаном и встреча с теми, кто считает, что дорога к Аллаху короче автоматной очереди. Итак, нашим корреспондентам остался всего один переход. А дальше они предполагают встретиться с полевыми командирами талибов. Думаю, что этот разговор, если он, конечно, состоится, будет особенно интересным на фоне того, что американский президент на днях фактически признался в том, что армия в Афганистане не справляется со своими задачами. В следующей программе мы вернемся к этой теме, а сейчас двинемся дальше. В августе 96-го года в Грозном произошло событие, которое по своей дикости даже на фоне событий той войны, наверное, не имеет себе равного. Группа чеченцев была сожжена, а потом замурована в стену. Сделали это боевики из отряда печально знаменитого полевого командира Руслана Гилаева. Кто из них? Сотрудников Грозненского полка патрульно-постовой службы в тот трагический день 6 августа 96-го года взял с собой видеокамеру, сегодня уже не узнать. Но война порой преподносит и не такие сюрпризы. Эта пленка уцелела. На ней почти все из того отряда. Молодые, не старше 20, они как будто играют в войну, слегка бравируя перед камерой. Не зная, что происходит в городе, они верили, что вот-вот все кончится. Скоро придет подкрепление и осаду снимут. То, что происходило в Грозном в этот день, газеты назвали штурмом. Писали, что чеченские боевики захватили этот город за один день, даже за несколько часов. Но это не было штурмом, они просто вошли в него. Наши редкие блокпосты никак не могли этому помешать. Непонятно было, откуда противник вел огонь, поскольку были такие ситуации, когда, находясь внутри вот этой емкости из-под нефти, врезали окна, сами снайпера сидели как петухи на насестьях, и вот из этих амбразур они вели огонь. В военной терминологии есть такое понятие «своеный пирог». Это означает, что войска противоборствующих сторон располагаются на очень близком расстоянии, как будто слоями. Грозненскую ситуацию стоило бы назвать винегретом, настолько там все перемешалось и перепуталось. Группа из 30 сотрудников милиции была направлена сюда, на улицу Дагестанскую. В этом доме, кроме мэра города Дания Кубова и почтенного имама Данишея Харсанова были члены их семей. Гилаев лично отправил своих боевиков по этому адресу. Ведь кроме публичного наказания городского головы, сотрудничавшего с федералами, и его дом, и дома его родственников можно было грабить бедноказанных. Но гилаевцы опоздали буквально на несколько минут. 30 милиционеров взяли под свой контроль всю улицу. Тем временем, в дом со всей улицы сходились женщины и дети. 37 человек. Именно из-за них отряд сразу отказался от мысли пробиваться к своим. А осада все затягивалось. День, еще день. Оставалась, правда, надежда на авиацию. Они верили, что вот-вот с вертолетов им сбросят хотя бы боеприпасы. Вертолеты действительно появились, но вместо помощи неожиданно нанесли ракетный удар, разнеся в щепки несколько уже пустых домов. Между тем, боевики по нескольку раз в день предлагали им сложить оружие, обещая за это беспрепятственно пропустить и женщин с детьми, и самих бойцов. Через неделю, когда патронов уже практически не осталось, они решились на переговоры. Гилаевцы не просто пообещали, они поклялись на Коране, что сохранят им жизнь. И они поверили. Мы приносим извинения за качество записи. Эта пленка была изъята из архива боевиков Гилаева. Возможно, они снимали сцену отъезда для того, чтобы склонить к сдаче другие отряды, которые еще сражались в городе. Вот ребят увозят в кузове грузовика, но уже за углом освобождение закончилось. Их построили, и некто в маске разрешил освободить троих. Остальные же просто пропали. Их не было ни среди живых, ни среди мертвых. Их товарищи безуспешно разыскивали останки два долгих года, несмотря на то, что поиски приходилось вести тайком и на вражеской территории. А в ноябре 98-го на соседней с Дагестанской улицы строители решили расширить подвальное помещение. И вот тогда... У меня родители стояли на той солене, на Дагестанской. И мать мне сказала, не ходи туда, вот двор, там нашли трупы наши, людей наши. Я тихо вокруг квартала обошел, зашел сюда, они здесь восемь человек половина огоревшие, половина живьем сгоревшие были, без пулю в огне. Следователи Ичкирийской ДГБ, опасаясь внимания иностранных журналистов, без огласки отправили тела погибших ребят в Росток вместе с останками российских военных. Когда же матери попросили вернуть им то, что осталось от сыновей, в ответ прозвучало, они и живые нам не нужны были, а трупы и подавли. Ищите сами. Я ездил в Росток и позываю. И вот по отдельным элементам, кто по одежде, кто там по коронке во рту, там по золотым зубам. То есть вот так вот опознавали людей. А были останки двух родных братьев, они в позе обнявшись друг с другом, то есть были сожжены два трупа, сожжены, представляете. Мы так предполагали, скорее всего, когда убивали одного из братьев, второй, наверное, его хотел защитить, обнял. В этой же позе обоих убили, наверное, и сожжили. Спасая жизни стариков, женщин и детей, 30 милиционеров стали жертвами немыслимого на Кавказе предательства. Тем, кто их убил, было нужно, чтобы о нарушении клятвы на Коране никто и никогда не узнал. Но и свои почему-то тоже постарались побыстрее забыть об их подвиге. Вот письмо министра внутреннего дела России от Путина наградит этих ребят. До сих пор эти награды не отданы. Обращался отдела кадров несколько раз. И даже они говорят, они не остались, у них личные дела в МВД. Я достала список личных дел всех ППСников того времени. И среди них есть наши пятеро. Ну, хотя бы, если у них нет этих документов, нет, почему этим пятерим хотя отдали бы. Теперь чеченцев, воюющих на стороне федеральных сил, принято награждать. При этом стараются не вспоминать, как и на чьей стороне они воевали в первую войну. А ведь у этих 30 милиционеров другого прошлого и не было. Всю свою короткую жизнь они были верны России. Россия, которая сделала вид, что не заметила этой верности. Каждое лето 6 августа, как они ушли на работу, они 6 утром так ушли и не вернулись. Вот мы собираемся, у нас святое место здесь, в Нью-Йорке, и там собираемся, молит делаем. Это место стало святым не только для родственников погибших милиционеров. Еще задолго до того, как был сформирован батальон Запад, все бойцы отряда договорились между собой, если доведется погибнуть в бою, пусть их похоронят там, в Кене-Йорке, рядом со своими боевыми друзьями, навечно оставшимися 18-летними. По-моему, очень важно, чтобы обещанные награды все-таки нашли своих героев, потому что белые пятна истории это не только секретные приказы генералов, но и позабытая гибель рядовых бойцов. Сейчас мы уйдем на рекламу, но когда вернемся, мы расскажем о порядках Владимирского Централа, самой знаменитой российской тюрьмы. Мы откроем секреты бесшумного оружия, за которым и бандиты, и иностранные спецслужбы ведут настоящую охоту. Мы покажем, что нужно делать, если на вас напали в ресторане, а легендарный спецназовец Гру Сергей Бадюк продемонстрирует особенности уличного рукопашного боя. Встретимся после рекламы. Владимирский Централ. Супертюрьма, которая наряду с собором Василия Блаженного, звездным городком и Днепрогессом является одним из самых раскрученных отечественных брендов. В разное время в его камерах сидели и диссидент Буковский, и актриса Зоя Федорова, и сын Сталина, и многие другие известные сегодня личности. Сидят там и сейчас. Репортаж из самой строгой и самой закрытой тюрьмы Российской Федерации Николая Матюшина. Это здание 18 века мало похожее на тюрьму и есть легендарный Владимирский Централ. Здесь сидели Михаил Фрунзе, Василий Сталин, диссиденты Чаранский и Буковский, а также множество других знаменитых деятелей 20 века. С этого здания в 1781 году начали строить Владимирскую тюрьму. Год за годом Владимирский Централ расширялся, появлялись новые корпуса. Сейчас здесь содержится более тысячи заключенных. Сюда попадают, как правило, затяжкие и особо тяжкие преступления. Строка здесь у большинства длительная, 15, 20, 25 лет. Тюремный, крытый режим, самый суровый из всех существующих. Четыре стены, что же может быть тяжелее? Свобода, в зоне, как не говори, там все-таки передвижение свободное, вокалка там, спортивные занятия, там сейчас ты занимаешься, ходишь куда-то, в клуб. Здесь же четыре стены, работа, камера. Николаю есть с чем сравнить, он отбывает третий срок, до того успел посидеть за грабеж, еще в советских тюрьмах. Считает, что на нынешний срок осужден несправедливо. 105-е убийство. Но я не сознаюсь в убийстве. Ни за что, сижу. Последний срок, ну, как бывает в жизни. Ну, это уже правосудие у нас такое, лишь бы повесить, был бы срок, на кого повесить, найдем. Повесили? Говорить о несправедливом сроке своего рода традиция для заказов. Но уже ничего не расскажут о своем сроке во Владимирском централе зэк Андреев, кстати, розу мира он написал именно здесь, или зэк судоплаты. Легендарный разведчик провел здесь семь лет по сфабрикованному делу. От неординарных заключенных, вроде летчика Пауэрса, остались только фотографии на стендах в тюремном музее. Режим содержания со времен ГУЛАГа сильно смягчился. Однако те, кто режиму сопротивляются, по-прежнему преследуются тюремным начальством. А лучше всего себя чувствуют те, кто сотрудничает с администрацией. Это сотрудничество в первую очередь предполагает работу на тюремном производстве. Конечно, мало мне, хотелось бы больше. Но кто же мне удастся больше? Сколько я дорабатываю, и все, поюз, не хватает. Не сигареты, не чай, не конфеты. Блатным работать запрещает воровской закон. Блатные оппозиция к тюремному режиму. Есть такая оппозиция и во Владимирском Централе. Только разговаривать с ними нам не дали, мотивировав это тем, что они сами не желают показываться перед камерами. Именно блатные, те, кто живет по пресловутым понятиям и организуют бунты в тюрьмах. Все эти волнения, они организуются находясь в месте места лишней свободы и находясь на свободе авторитетами углона мира. Диапазон мер у нас довольно-таки широкий, это помещение и водворение в штрафные изоляторы, помещение камерного типа, единое помещение камерного типа. Ну а на свободе это привлечение к углу отверстия, предупреждение их в свою очередь по в основном законам рамках об возможности углона отверстия за провоцирование подобных беспорядков. Это одна из камер штрафного изолятора или ШИЗО на тюремном жаргоне. Сюда попадают те, кто нарушает режим содержания. 16 часов в сутки заключенный может только стоять или сидеть. Эти нары опускаются только на ночь. Помещение в ШИЗО профилактика тюремных бунтов. Во Владимирском Централе волнений не было уже очень давно. Здесь не доминирует ни милицейский, ни воровской закон, а сохраняется баланс сил. Это образцово-показательная тюрьма. Сюда постоянно ездит делегация из-за рубежа. Возможно, именно поэтому здесь появляются самые неожиданные для арестантов блага. Недавно в тюрьме открылся православный храм. А это центр правовой информации Владимирской тюрьмы, где любой заключенный может ознакомиться с новейшими изменениями в законодательстве. Правда, при этом о подключении к интернету нет и речи, а клавиатура и компьютерная мышь находятся за пределами решетки. Конечно, можно понять администрацию, старавшуюся показать нам Владимирский Централ с наилучшей стороны. Но холод в коридорах, запах баланды, подавленные, напряженные лица зэков. Всего этого достаточно, чтобы навсегда отбить желание оказаться здесь. Сюда не попадать, конечно, не желать. Никому это не пожелаем, даже самому врагу плохому. Свобода есть свобода, тюрьма есть тюрьма. Этим материалом мы продолжаем цикл репортажей о самых известных тюрьмах. И в следующей программе мы расскажем о тюрьме, в которой отбывают наказание только женщины. Однако, двинемся дальше. Итак, что такое бесшумное оружие? Почему пистолеты, знакомые по детективам и кинобоевикам, государство производит на своих закрытых заводах, и каково это оружие в действии? Репортаж Бориса Курдина. Разведчик, которого вы сейчас видите, держит в руках грозное оружие. Это бесшумный комплекс ВУЛ. Бесшумный настолько, что человек, впервые нажавший на его курок, просто не верит, что этот малыш стреляет. Конструкторы не только убрали звук и вспышку выстрела, ни отдачи, ни лязка затвора у пистолета практически нет. Тем не менее, ПСС с 50 метров поражает цель. До сих пор это единственный в мире полностью бесшумный самозарядный пистолет без глушителя. За 20 лет его боевого применения ни одна страна не смогла не только превзойти этот комплекс, но даже скопировать его. Тот же Израиль, в силу того, что они достаточно хорошо занимаются стрелковым оружием, они пытались воссоздать патрон у нас, как он называется, СП-4. Но, к сожалению, они не смогли его повторить. Вот поэтому он пока остается единственным и неповторимым. Вот те туннельные боеприпасы и те револьверы, которые американцы использовали еще во времена войны во Вьетнаме, но мы дальше не видим их развития. То есть, они на этом уровне и остались. В Советском Союзе работа над созданием оружия и приборов бесшумного и беспламенного выстрела подстегнулись, как ни странно, после поимки пилота-самолета-разведчика У-2. Летчик Пауэрс был вооружен автоматическим пистолетом Люгер с солидным глушителем. Это громоздкое приспособление заставило наших оружейников искать другое решение. Глушитель, а точнее его принцип, решили заключить в сам патрон. У вас сейчас есть редчайшая возможность увидеть бесшумный выстрел изнутри. Обратите внимание, пулю из гильзы выталкивают не газы, а специальный поршень, перемещающийся внутри нее. В этой компьютерной модели есть лишь одна условность. Это цвет сгорающей смеси. Ведь увидеть эту вспышку внутри патрона не могут никакие приборы. Именно создание этого патрона было решающим в создании всего пистолетного комплекса. Но и сам пистолет тоже интересные находки имеет. для того, чтобы обеспечить с одной стороны извлечение гильзы, которая находится под давлением, а под огромным давлением пороховых газов, требовалось что-то придумать. И сделали подвижный патронник. Патронник откатывался вместе с затвором. И за это время пороховые газы потихонечку стравливались, давление уменьшалось, и эту гильзу можно было извлечь из патронника. Если извлекать гильзу под огромным давлением, он ее просто разопривет или прорвет, и будет задержка в стрелке. Боевое крещение пистолет ПСС и патрон СП-4 получили при выполнении спецоперации в Афганистане. Именно там было испытано и другое чудо климовских оружейников ВСС. Винтовка снайперская специальная или винторез. Созданная сначала под калибр 7,62, она весила всего 1,8 кг. Игрушка, как называли ее создатели. С легкостью она пробивала стальную каску на дистанции 400 метров. Однако заказчик хотел, чтобы на этом расстоянии пробивался бронежилет третьего класса защиты, а ресурс этих патронов был исчерпан. Меньше чем за год был создан новый 9-ти миллиметровый патрон, пуля в котором весила вдвое больше. И уже в 1987 году спецназ КГБ и ГРУ получил новое уникальное оружие. Кроме винтореза спецы получили АЭС автомат специальный или вал. Сохранив все характеристики винтовки он имел складной приклад и магазин на 20 патронов. Эффективность боевого применения новых образцов вполне сравнима с появлением в войсках первых пулеметов. А себестоимость была сопоставима с серийными образцами обычного стрелкового оружия. Но между тем дело было не только в цене. Эти разведчики знают свою особую цену этому оружию. Уникальные боевые качества, надежность и малый вес. В 1995 году в ходе лишь одной операции близ Серженьюрта нашим спецподразделениям было уничтожено более 60 боевиков. Само собой и боевики тут же оценили эффективность нового комплекса. С завалом и винторезом началась настоящая охота. Вскоре это оружие оказалось и у террористов. Необходимо было если не изъять его, то по крайней мере вывести из строя. Помогло то, что специальные патроны просто так не достанешь. Операция по доставке боевикам дефицитных патронов прошла блестяще. А дальше в ту же гильзу подсыпать порох например с каким-то типа гексогена и он будет именно приводить к тому эффекту, о котором вы говорили. То есть оружие просто будет выходить из строя, но даже может быть и калеча стрелка. Даже если будет следующая работа, то раздутие, ствола, нарушение функционирования и может быть с какими-то травмами для стрелявшего. То есть технически такие вещи реализуются. Оружейники всего мира так и не смогли воспроизвести нечто хотя бы отдаленно напоминающее вал и винторез. Тем не менее в Климовске уже прорабатывается снайперский комплекс нового поколения, который просто обязан стать для террористов совершенно недоступным. Еще раз подчеркну, что технология изготовления бесшумного оружия относится к разряду особо охраняемых тайн. Причем это тот случай, когда охранять эту тайну приходится не только от иностранных разведок, но и от собственных бандитов, для которых такое оружие дороже золота. Сейчас мы уйдем на рекламу, но когда вернемся, мы покажем, что нужно делать, если на вас напали в ресторане о легендарной спецназе... Давай. Итак, что делать, если на вас напали в ресторане или в кафе? С одной стороны, рядом почти всегда есть люди, но вот захочет ли кто-то вмешиваться в чужие разборки, это большой вопрос, так что чаще всего приходится в таких ситуациях рассчитывать только на себя. Кафе, бары, рестораны, клубы, в общем-то, безопасные места. При многочисленных свидетелях вас никто не будет грабить или убивать, но даже случайно возникший конфликт может перерасти в серьезные преступления. Эта история произошла в одном из московских ресторанов. Валентина ждала Сергея, который в это время мыл руки. За ее столик сел выбивший мужчина, который начал грубо приставать к девушке. Вернувшийся Сергей, оценив ситуацию, громко возмутился. Мужчины обменялись оскорблениями, но до драки дело не дошло. Затаив злобу, хулиган вернулся на свое место. Мне показалось, что ситуация исчерпана, я не собирался ни с кем драться, тем более, что я не был зачинщиком. Я никогда не занимался никакими единоборствами и вообще драться не люблю. Когда Валентина и Сергей уже уходили из ресторана, Сергей отошел в туалет. В этот момент его и подстерегли хулиганы, конфликт с которыми, как он считал, был исчерпан. Его хлопнули по плечу и сильно удалили в голову. Сергей упал, хулиганы сбили его и скрылись. В итоге я месяц провалялся в больнице. Травмы, переломы меня выгнали с работы. И что самое обидное, Валя ни разу не пришла меня навестить. Если возникает конфликт или кто-либо из посетителей ведет себя по отношению к вам агрессивно, лучше предупредить об этом администрацию или охрану. Что мог сделать наш герой, когда его похлопали по плечу? Не нужно было сразу разворачиваться. Нужно было просто сделать шаг вперед и развернуться. Тогда, если бы у того, кто следовал сзади, намерения были дружелюбными, ничего бы не произошло. Если бы атака все-таки началась, то удар кулаком провалился бы в пустоту. Но атака началась. Как необходимо было действовать? Удар кулаком. Нужно было вытянуть руки вперед и закрыться плечами. Вот так. Ваши руки около головы противника. Хватаем противника за голову и нажимаем на глаза. Бьем ударом головой. И потом наносим несколько ударов локтем. Толкаем первого нападающего за второго и пробиваемся к выходу. В ситуации ближнего боя наиболее эффективны удары локтем и головой. Удар локтем – один из наиболее мощных и опасных. Мы в гостях у чемпиона мира по ашхара карате Александра Лаврушина. Он согласился показать нам, что, по его мнению, может сделать подготовленный боец в этой ситуации. Александр использует преимущество ашхара карате. Например, удары коленями. В конце каждой связки он выполняет добивание. Мы в школе боевого самбо. Легендарный тренер Валерий Волосных покажет нам, что можно было сделать в этой ситуации. Валерий Волосных атакует глаза, пахт и выводит противника без равновесия, толкая одного на другого. Подведем итог. Во-первых, при возникновении конфликтной ситуации в ресторане информируйте администрацию или охрану. Второе. При неожиданном нападении сзади главное не пропустить первый удар. Для этого, если вас хлопают сзади по плечу, просто шагните вперед. Третье. Если нападающих не столько, старайтесь сделать так, чтобы они мешали друг другу. Толкните одного на другого и пробивайтесь к выходу. Это была школа выживания. И я хочу напомнить, что в этой рубрике мы рассказываем реальные истории. И если у вас есть чем поделиться, звоните, пишите. Кстати, в ваших письмах часто встречается вопрос, а есть ли школа рукопашного боя, которая специально ориентирована на самооборону в условиях уличной драки. Такая школа есть. И я хочу представить вам ее создателя, легендарного бойца спецподразделения ГРУ и очень сильного тренера Сергея Бадюка. Это стритфайтинг. Уличный бой. Поначалу сложно понять, что происходит. Мастер успевает за несколько секунд справиться с тремя нападающими. Жесткие удары головой, удары в затылок, в пах. На улице по-другому нельзя, уверен мастер боевого карате Сергей Бадюк. Вы будете драться на улице всегда хорошо, и неважно, какую технику вы будете использовать, бесконтактное карате, контактное карате, джюдо, вольной борьбы, самбо или просто набора каких-то приемов немыслимых, которые у вас используются. Только в том случае, если вы будете драться на улице и тренироваться на улице. Потому что вы годами, приходя в зал, проповедуя, занимаясь жесточайшим, в полный контакт, работая здесь, нанося себе травмы, партнерам нанося травмы, выходите, и вы в полной иллюзии, что вы готовы. Вы не готовы. Тут освещение хорошее, тут пол не скользкий. Сергей Бадюк – личность легендарная. Шестой дан карате, мастер спорта по рукопашному бою, многократный чемпион по пауэрлифтингу. Служил в восьмой отдельной бригаде спецназа ГРУ. После была вошедшая школа КГБ и оперативная работа. Карате Сергей начал заниматься задолго до того, как пришел в спецназ. Но именно во время службы он убедился, что подготовка спортсмена и реального бойца имеют мало общего. В спецназе там задача чем была, что нет времени, берешь солдатика, через три месяца его надо выпускать, и там рукопашный бой в основном для того, чтобы у него появилось чувство какой-то сумасшедшей уверенности в себе. Он практически не применяется, кроме ножевого боя. Но это больше методика воспитания. Опять же технология. То есть ставишь два-три удара, доводишь их до абсолюта. И человек еще уверен, что он убьет, не знаю, змея Горыныча, понимаете? Бадюк считает, что уверенность в себе и на улице ключ к победе. Для закалки бойцовского духа люди на его семинарах учатся проходить через боль и страх, выживая в поединке против нескольких нападающих. Выполняется даже такое специальное упражнение, во время которого нужно своей решимостью напугать бойцовскую собаку, заставив ее отступить. Но даже самых жестких тренировок в зале недостаточно. Тренировки только в зале создадут у вас сложную иллюзию непогрешимости. Вы можете быть чемпионом мира неоднократным и на улице нарваться на нож. Поэтому Бадюк рекомендует учиться драться в реальных уличных условиях. Вот, например, разыгрывается ситуация нападения около подъезда. Вот они уже. Вот уже взяли. И, в принципе, стоять не будут, будут сразу бить, поверьте. Это единственный случай, когда мы применяем ноги, смотрите внимательно, что мы делаем. Топчущий удар ногой, вот сюда в подъем. Вас будут бить по голове, если вам попадется один фокусированный удар в голову, вам конец. Старайтесь двигаться, пускай бьют, не важно. Впах сюда, впах. И перекрутиться, прикрыться вот этим добитым человеком. Дайте ему тут по затылку пару раз, толкнуть на этих и уйти. Но недостаточно просто знать даже самые эффективные приемы. При всей их жесткости без предварительной подготовки сделать их не получится. Ребята, у вас все на улице, там 90% работы, это работа рук. И ваши руки должны превратиться в кусок металла. В буквальном смысле. Это тренировки всевозможные. Это отжимания на пальцах, вис на пальцах, тренировки гантелями. У вас в каждом кармане, в каждом костюме, на работе, в машине должно лежать по эспандеру, потому что они постоянно теряются, и за месяц теряешь штук пять. Постоянный эспандер, это тот тренажер, который постоянно с тобой. Что он вам дает? Карате, любой стритфайт, это 50% захвата, но захвата такого, чтобы уже человеку после этого жить не хотелось. Понимаете, вот эти. Вот, вот, понимаете. С прохватом вот отсюда, с выворачиванием, с захватом запах, с вырыванием отсюда. А если у вас не будет руки, как лещи, вот эти пальцы, которые сюда вбиваются, то там чудо тоже не наступит. И опять же, и набивка. Вот ситуация. Чтобы делать набивку и шлифовать технику, Сергей вместе со своим напарником по тренировкам Юрием Федоришиным создали специальный тренажер, который в шутку называют «Шайтан Арбан». На нем можно набивать голень, предплечья и различные поверхности кулака и ладони. Вот ситуация. Вот ситуация. Никаких травм, ничего. Тренированность есть. Вот. Такая, казалось бы, грубая и приземленная система, как стритфайтинг, неожиданно учитывает очень тонкие, даже мистические моменты. То, что принято в стритфайтинге, нету никаких боев с воздухом. То есть, условные бои с воздухом, ну, если честно, разбираться более в тонких моторях, это вызывать демона. То есть, вы не знаете, с кем вы деретесь, вы что-то материализуете. И потом это что-то, вы его уже перестали бить, оно вас всю жизнь... Оно вас на улице взяло и догнало. Поэтому надо бить или снаряды, или работать с партнером. Все. Больше ничего. Еще один элемент подготовки это работа с отягощением. Так создается мышечная враня. Не верьте, что качалка закрепощает мышцы, говорит Бадюк. Без физической силы ничего не получится. Сергей Бадюк мастер спорта СССР по гиревому спорту. Его татуировки напоминание о японских боевых искусствах, которым он посвятил часть жизни. Как ни странно, несмотря на его комплексию, драться ему приходится часто. Бадюк говорит, что чем человек больше, тем больше идиотов, желающих смотреть биться за его счет. В реальном бою Сергей рассчитывает не на силу, а на несколько коронных ударов. Я рекомендую бить вот этой вот поверхностью. Ее сломать невозможно. Ее невозможно сломать, вот это. И цель для нанесения удара это тот же хук, затылок. Затылок еще никто набивать не научился. И люди падают моментально. Все приемы стритфайтинга крайне жесткие. И отрабатывают их жестко. Удар в пах такой, что партнер подлетает в воздух. Так отрабатывается удар головой. А вот возможное продолжение. Обратите внимание, как идет захват. Если в спорте мы захватываем, взяли вот сюда вот за голову, обнялись чуть лиц, целуемся, то при захвате на улице происходит следующая вещь. Смотрите, что происходит. Эта рука идет вот сюда вот. Вы бьете, он уже попал. Эта рука приходит вот сюда, это сюда вот на шею такой. Пам! И мы ему ручками кислород перекрыли. Вот здесь вот. Тут все. Ему дышать нечем. Мы уже ударили. И вот тут наши кулачки еще и возле затылка там подкидывают постоянно. Подбиваем по затылку. И ему там уже не до вашего колена. И смещаем его вперед, его смещает бесполезно. Но эти приемы можно применить только если нападающий не вооружен. Защищаясь от вооруженного преступника, Бадюк рекомендует использовать подручные средства. Несколько раз они выручали его в реальном бою. Пепельница один раз оказалась в руках. Один раз я просто выбил стекло ногой, порвал майку, хватанул два куска стекла. И уже как-то так весело размахи я вышел из помещения. Даже не порезали, никто никого и руки только порезал, когда стекло хватало. Стекло есть везде, окна есть везде. Конечно, чтобы попасть на тренировки к Сергею Бадюку и Юрию Федоришину, проходит строгий отбор. Уличному бою они учат далеко не каждого. Офицеры спецслужб, да, вопросов нет. Люди, которым это надо по роду службы, как бы мы поныне тренируем спецназ, вопросов нет. Люди с улицы, большая сортировка. Впрочем, осторожным приемы не нужны. На уровне здравого смысла не ходите в то место, где вы можете нарваться на проблемы, понимаете? А если вы идете к подъезду и видите 5-6 человек моей комплекции, и даже не моей комплекции, которые крепко выпившие, то вернитесь куда-нибудь обратно, положите кусок кирпича в карман и идите, если вам идти домой, понимаете? А не нарывайтесь изначально, вы уже понимаете, что в принципе вот не надо бы. А вось пронесет, а потом раз и не пронесло. Открыл глаза, белый потолок, добрый доктор сверху и друзья с орехами, понимаете? У вас сломана челюсть. Все радуются. Бдительность и адекватная реакция – вот залог безопасности, уверен Сергей Бадюк. Это был легендарный тренер, а в прошлом боец спецподразделения ГРУ Сергей Бадюк. И если этот мощный человек в качестве главного совета рекомендует не ходить в те места, где можно нажить себе проблемы, то право же стоит усвоить вначале эту истину, а уж потом набивать кулаки. А наша программа на этом закончена. В студии РНТВ был Игорь Прокопенко. До встречи в следующем году. Субтитры подогнал «Симон»